Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благоеств». Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснёмся к священной тайне молитвы. Ученик спрашивает, неправильность этого способа молитвы, то есть мечтательности и разгорячённости в молитве, и связь его с самообольщением и прелестью. Ясны. Предостереги меня и от прочих видов неправильной молитвы и сопряжённого с ними ложного состояния, спрашивает ученик, у старца. Старец отвечает. Как неправильное действие умом вводит в самообольщение и прелесть, так точно вводит в них неправильное действие сердца. Исполненные безрассудной гордости, желания и стремлений видеть духовные видения умом, неочищенным от страстей, необновлённым и невоссозданным десницей у Святого Духа, исполненным такой же гордости и безрассудства, желания и стремления сердца насладиться ощущениями святыми, духовными, божественными, когда оно ещё вовсе не способно для таких наслаждений. Как ум нечистый, желая видеть божественные видения и не имея возможности видеть их, сочиняет для себя видения из себя, из своей памяти. Ими обманывает себя и обольщает. Так и сердце, усиливаясь вкусить божественную сладость и другие божественные ощущения, и не находя их в себе, сочиняет их из себя. Ими льстит себя, обольщает, обманывает, губит себя, входя в область лжи, в общение с бесами, подчиняясь их влиянию, порабощаясь их власти. Одно ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии падения может быть употреблено в невидимом богослужении печаль о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, называемая плачем, покаянием, сокрушением духа. Это засвидетельствовано священным писанием, где говорится, «Аще бы восхотел, если жертвы, дал бы хуба всесожжение неблаговолише». То есть жертвы ты не сжелаешь, я дал бы ее всесожжению неблаговолише. И каждое сердечное ощущение, порознь, и все они вместе неблагоугодны тебе, как оскверненные грехом, как извращенные падением. «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Эта жертва, жертва отрицательная, с принесением этой жертвы, естественно, устраняется принесение прочих жертв. При ощущении покаяния умолкают все другие ощущения. Для того, чтобы жертвы прочих ощущений стали благоугодными Богу, нужно предварительно излиться благоволению Божию на наш Сио. Нужно предварительно восстановиться стенам нашего разрушенного Иерусалима. Господь праведен, всесвят. Только праведные, чистые жертвы, к которым способно естество человеческое по обновлении своем, благоприятны праведному, всесвятому Господу. К жертвам и всесожжениям оскверненным Он не благоволит. Позаботимся, друзья мои. Очиститься покаянием, тогда благоволишь и жертву правды, возношения всесожжигаемые, тогда возложат на алтарь твой тельцы. Новорожденные ощущения, обновленного Святым Духом, человеком, будем стараться, друзья мои, совершать молитву, угодную Богу и полезную для спасения нашей души. А вот как это делать, чтобы быть не многословным, но услышанным, узнаем в следующий раз. Театр, о, это истинный храм искусств, при входе в который вы отделяетесь от земли и освобождаетесь от всех житейских обстоятельств. Михаил Данилович Литвинов, личность которой известна не только в Ставропольском крае, но и далеко за его пределами. Заслуженный работник культуры России, режиссер единственного в крае народного домашнего театра под названием «Оптимисты». Театр, работающий во дворе дома Михаила Даниловича в селе Старомаревка Грачевского района, необыкновенный. Он уже давно стал достопримечательностью края. Через театр-студию «Оптимисты» прошло около 400 человек. Михаилом Литвиновым было создано более 30 спектаклей. Состоялось более 600 показов для детей и взрослых, на которых побывали свыше 14 тысяч зрителей. В Старомаревку приезжают зрители даже из краевого центра. Как режиссер-постановщик, он снискал высокий авторитет среди профессионалов, получив различные награды международного, российского и краевого уровней. Профессионалы-режиссеры говорят, Михаил Литвинович, это не каждому удается работать на малой площадке и так чувствовать ее. Это очень тяжело и трудно. Вот что вот когда, вы говорите, когда ваши актеры говорят прямо тебе в глаза и как бы залезая в них, не знаешь, куда их убрать. Потому что очень тяжело это вот так воспринимать, когда вот рядом, вот, как говорится, нос к носу, вот так. Ведь, понимаете, все другие виды искусства, они как бы помогают актеру раскрыть лучший образ. Понимаете? А то же бывает часто как. Мы часто выходим из фильма или со спектакля, говорим, ой, какая музыка, ой, какие костюмы, ой, какая была декорация, ой, ой, а за актера забыли. Несмотря на инвалидность, Михаил Данилович Литвинов уже многие годы служит искусству и зрителю, занимается педагогической и просветительской работой, уделяет много внимания режиссуре и актерскому мастерству, учит своих студийцев видеть, понимать, формировать мысли, разговаривать с друг с другом. Кроме взрослых, в студии есть и подростки. За многолетнее существование творческой студии заслуг режиссера и коллектива не перечесть. Только в 2020 году Михаил Данилович удостоен награды за преданность театру Министерства культуры края и по археальной медалью Ставропольский крест третьей степени. По заказу Министерства культуры России о режиссере снял документальный фильм, который завоевал гран-при на кинофестивале в Москве. 22 ноября в театре и студии «Оптимисты» состоялась премьера двух новых моноспектаклей Михаила Даниловича Литвинова, посвященных житию святителя Игнатия Бринчанинова, епископа Кавказского и Черноморского и творчеству Ставропольской поэтессы Валентины Слядневой. Я, знаете, что хочу сказать. Я хочу в этом первом спектакле я хочу сказать зрителю и вообще вот кто будет смотреть с кем я буду общаться, хочу чтобы каждый человек и молодой, и среднего возраста, и пожилой, и где-то отраке, они сохраняли себе человеческое достоинство, красоту своей души, не теряли себя как личность. Потерять можно однажды, потом вернуть очень трудно. Вот это самое главное, что я хочу сказать и одним, и первым спектаклем, и вторым. И главное, что нужно любить свою родину, любить свою землю, на которой ты живешь, любить своих людей. Ведь что такое Ставрополь? Это малая родина большой нашей России. Если ты будешь... А ведь даже вот мой дом, это мой малый, моя малая родина, мой дом, мой двор. Если ты научишься любить свой двор, свой дом, своих родителей, свое село, свой район, край, ты будешь любить Россию. Вот я так понимаю. Проникновенное исполнение поэтических текстов на протяжении всего времени сопровождалась прекрасной музыкой и умело подобранным художественным видеорядом, что создало особую атмосферу, которая произвела на зрителя неизгладимое впечатление. Михаил Литвинов в этот вечер получил очень много аплодисментов, а также слов благодарности и признательности. Именно этот спектакль «Житие» Игнатия Бринчанинова – это уникальный моноспектакль, который был срежиссирован, авторски обработан текст Михаилом Даниловичем, потому как взята тема очень важная для каждого человека, особенно сейчас в наше время, когда пропагандируется любовь к родине, любовь к своим близким, когда идет поругание всяких качеств человеческих, которые мешают жить и мешают строить наше общество. Вот Михаил Данилович взял биографические данные Игнатия Бринчанинова и его друга Чихачева и взял произведение Лескова, которое не очень читаемо у нас «Инженеры бессеребренники». Это те люди, вот именно которым достаточно не надо им ни золота, ни серебро, им достаточно только знать, что они полезны людям и делать для этого все рискуя и жертвуя даже собой. Вот Михаил Данилович можно даже сказать, как-то можно его сравнить вот с этими людьми, потому что Михаил Данилович иногда жертвуя своим личным временем, он делает вот эту работу свою, он ставит различные моноспектакли, я, кстати, видела все моноспектакли и духовного плана, и патриотического плана, и эстетического плана, и юмористического плана, то есть вот такой разноплановый у нас Михаил Данилович. И вот эта его заслуга, вот эта его работа, она по достоинству оценена жителями села Старомаревка, потому что его моноспектакли, его премьеры, это, по сути, полный аншлаг. на сегодня до новых встреч, храни вас Господь. Господь, Господи, 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 ими, ими, к тебе, ими, услышим, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok